Всем привет, с вами Кодзер. Сегодня я буду обозревать вот этот вот скетчбук, который является супер дешевой версией. Это супер дешевый скетчбук с бумагой, я предполагаю, гузнаковской, базовой такой, для черчения. И стоимость ему была то ли 200, то ли 300 рублей, округлен до 250. Сейчас он столько примерно же и стоит. Я, кстати, взяла себе второй такой же, потому что внезапно мне он понравился для гуаши. Сначала я не догадалась, что в нем можно рисовать гуашью. Вообще, даже попробовала сделать набросок обычный карандашом и отланить это все чернилами. Но не простыми чернилами, а вот сайн пен. Как они называются? Такие мягкие, но не браши. Может, я покажу прямо сейчас. Примерно таким брашем я это все ланила, но от виста артиста. Очень странно, но мне чернила у виста артиста очень сильно понравились, потому что они и waterproof, и менее ползучие, чем все остальные. Я уж не знаю, в чем подвох у них. Наверное, они очень не свистостойкие. Но так как я их для скетчей обычно использую, меня это не волнует. Мне это подходит. Здесь я еще продолжала делать этот лайн, но, как вы можете наблюдать, простой карандаш на этой бумаге очень светлый. А светлый он по причине того, что бумага очень рыхлая. И, как оказалось, идеально подходит для гуаши. Вот уже мой первый рисунок гуаши здесь. Возможно, он не самый первый. Я уж не помню хронологию. Возможно, я позднее покрасила этот набросок. Мне он очень сильно нравился. И потом, когда я поняла, что здесь можно гуаши рисовать, я его, собственно, и покрасила. Причем, стоит признаться, я вот не помню, что это за гуаши. Возможно, это остатки даже малевической гуаши. А, возможно, это всякий разный проф. Я уж точно не помню. Сказать, честно, не могу. Подозреваю, что все-таки малевич на этой бумаге нормально себя показывал. Для этой, как-то сказать, немножко странной техники. Здесь уже более темный рисунок вы можете наблюдать по причине того, что это простой карандаш. И не просто простой карандаш, а мягкий простой карандаш. Могу, кстати, кое-что добавить относительно этого грубого наброска. Это раньше у меня был персонаж Кодзар, который был просто неко-пацаном. И я очень редко иногда об этом вспоминаю и рисую его. Это забавно. Ох, вот второй рисунок гуаши. Возможно, именно он был первым. И подозревая, как здесь выглядят цвета, возможно, все-таки я пробовала здесь рисовать частично и олеевичем. А я, блин, не уверена. Давайте не будем говорить, какой гуаши я это рисовала, дабы не убергать кого-либо в заблуждение. Выглядит прикольно, мне понравился этот эффект. Однако я не сразу перешла только на рисование здесь гуаши. Хотя я, в принципе, не всегда здесь гуаши рисовала все равно. Здесь, кстати, вообще почти невыносимо рисовать вот такими механическими карандашами, потому что из-за того, что бумага рыхлая, стержень начинает закапываться в бумагу. Если под неправильным углом вы рисуете, а когда вы отдыхаете и делаете наброски, конечно же, вы не будете следить за углом, под которым вы рисуете. Очень маленький кусочек юхи, но мне очень понравилось, как оно здесь выглядит. Здесь просто две девушки, которые играют, ну, свитч. Не знаю, они мне кажутся очень набросочными, но при этом прикольными, забавными. Здесь очень-очень много набросков есть, просто голов бессмысленных. Вот здесь какие-то позы, и я не уверена, использовала ли я их. Вот этот маленький кусочек выглядит, кстати, прикольно. Кожие я забросила и не использовала их. Здесь боевые сцены, я пыталась как-то по-боевому поставить утю, чтобы ее нарисовать. Здесь она просто упала, окей. Судя по пучку волос, волосы это не она, а просто льфика какая-то. Здесь просто рандомные штуки, рандомных форм. Вот это я даже не уверена, что это, эта спина должна была быть. Сейчас я быстренько покажу эти горизонтальные рисунки, и потом вернемся обратно к вертикальному формату. По-моему, больше их не будет в таком положении здесь. Так, тут я, видимо, начала рисовать своим любимым красным карандашом, который немного размывается. Возможно, он не сует, а стойкий, но мне просто нравится им рисовать. Это от Фабера в какой-то серии под названием «Документ», что-то такое. Он еще с припиской перманентный, по причине того, что он по любым поверхностям рисует и остается там. Возможно, потому что он размывается и въедается сильно. Тинт у него такой розоватый, малиновый. Вот здесь вот на фоне можно увидеть, как он размывается. Так, сейчас будет серия нескольких работ, где я рисовала своих любимых дам. Очень часто их в последнее время рисую, мне уже они очень сильно понравились. Единственное, осталось придумать им хоть какую-нибудь историю, дабы иллюстрации с ними не были настолько абстрактными и без каких-либо сюжетов. Но пока что я просто наслаждаюсь тем, как они выглядят. Мне очень нравится придумывать им какую-то минималистичную одежду. Примерно она одинаковая всегда. Я думаю, они должны работать в каком-то театре или в месте, где показывают какие-то шопы всякие. Изначально у Уты с синей кожей лофейки был костюм с бубенчиками на, как сказать, плече, шее, которая кругом вокруг нее входит. И у меня этот костюм ассоциировался с шутом. И вот так костюм ее у меня ассоциируется с неким представлением. Что ж, я, кстати, уверена могу сказать, что именно вот этот цвет, это кобальт турецкий, голубой, светлый от Халбайн. Вот, я точно помню, а в остальном уже не очень уверена. Дальше будет несколько таких простецких рисуночков, набросков. Просто покрашены гуаши, о которых мне не о чем сказать. Ох, а вот тут вот у меня выкраска акриловый гуаш Халбайн. Я даже стрим думала сделать с этими выкрасками, но его никто не смотрел. И вроде как я только половину выкрасила на стриме, и потом уже сама все это делала. По одной простой причине это оказалось не так быстро, как я предполагала. И только час у меня ушел на половину этих цветов. Вот она вся моя гуашь окрыла. И вот эти вот белильные цвета пастельные. Дальше я решила некоторые цвета акварели и гуаши выкрасить. Тут я даже не помню, где какой цвет, но это кобальт бирюзовый. Вот как раз из-за него я начала выкрашивать и сравнивать некоторые цвета. Тут где-то гуашь Халбайн, акварель Халбайн и какой-то цвет от Невской палитры. По-моему, это не прям кобальт бирюзовый. Так, вот эта девчоночка, она такая задорная, но я ее больше не рисовала. Но у меня есть навязчивая идея именно такого еще персонажа в себе добавить. Причем она же есть в другом немного виде, в другом скетчбуке. Сейчас покажу ее. Вот эта вот девушка. Я думаю, это будет еще один мой персонаж. Внешности у нее нет определенной, но что я точно хочу, это такую вот челочку. Ой, может быть кто-то помнит, вот эти вот цвета, это из обзора на Ирадорисе сет зимы гуаши Халбайн. Собственно, вот эти два скетча покрашены только ими, но на видос я делала отдельный рисунок, он будет чуть дальше. О боже, я забыла, что я делала еще и выкраску темперой несколько палитров. Это все цвета, какие у меня есть, и на одной странице у меня куча коричневых и желтых. Кстати, вот это, судя по цвету, как будто это все-таки Индентрен акриловый. Вспомнила, да. Я смотрю на эти выкраски и мне хочется сказать, что все-таки темпера не такая прикольная, как акриловая гуашь Валеджи. И Валеджи подешевле. Ну, посмотрим, что я в дальнейшем скажу, когда я их лоб в лоб начну сравнивать. Пока что не могу сказать, что это объективное мнение. В рамках моего мнения это точно пока что не объективное, потому что я их еще не сравнила, да. Какой-то такой веселый рисунок получился из очень странного лица. Это девушки слева, какая она вампиреса в неадеквате. В чате розового болота был челлендж, и я решила попробовать сделать вот такой вот стадик по фотографии. Там были несколько фотографий на выбор, и одна фотка была с зимой, а другая с мандаринами. Это, наверное, один из первых стадиков, который с последнего года у меня был в традиционной технике. Было необычно для меня. Прикольно. Сейчас пойдет серия работ, нарисованных простым карандашом. Некоторые работы я хотела бы покрасить, но в итоге оставила на потом, на доработку. Вот я не знаю, буду ли я некоторые все-таки дорабатывать. Некоторые вещи я планировала в компьютере потом доделать. Не эти. Это, кстати, как и на прошлой странице, Юха и Тимур. Тут вот веселая штучка, я думала доделать ее потом на компе или на отдельных листах бумаги. Тут уже другие мои персонажи. Это Бедлоф и Фендрия. Тоже думала доделывать, но не в гулаш, видимо. И еще один набросок, очень миленький. Как они обнимаются, целуются. Ох, по цветам даже не будет понятно, но сейчас здесь несколько рисунков будут покрашены постерной краской от Шинхан. Я дошла до того, чтобы реактивировать некоторые цвета до консистенции сметанки и переложить их в палитру. Такую, знаете, сухую, в которой у меня, например, акварель от Шинхан находится. Чтобы иметь быстрый доступ к этой краске, потому что уже, наверное, года два или больше я ей просто вообще не рисовала совсем. А тут, благодаря этому, я еще несколько картинок ей сделала. Еще одни мои персонажи. У меня у них имена меняются в последнее время. Это был Олег и Леонид, но я думаю, не хочу звать его Олегом. Что-то другое. Но имена у них вечно меняются, поэтому я вам точно не скажу, как их сейчас зовут. А это та самая картиночка из обзора гуаши. Халбани Радо Ресета. Мне очень нравится, как она получилась. Это Фенри, к слову. Ох. И такое, знаете, контрастное, суперяркое нечто новогоднее. Я рисовала своих девушек, своих персонажей на Новый год. Давно не рисовала ничего на Новый год. А тут даже несколько картинок получилось. Стадики эти новогодние с Челленджей. И вот эти вот. И вот эта вот картина. Так. Еще одна эльфийка. В последнее время мне нравится эльфийка рисовать. И вообще, вот это лицо я вспомнила, что хотела нарисовать Уту в непривычной для нее эмоции. Такую расстроенную, всякое такое. А снизу я решила нацепить очень тяжелые серьги на уши даже. Вау. Я и забыла, что я это рисовала. Так. Еще одна очень яркая картинка. Это тоже постерной краски. Очень схематичное изображение. Здесь должна была быть Геомика из Геншина. И я решила ее потом доделать на компьютере. А как и не доделала? Видимо, сейчас пойдет волна новых набросков. Или просто скучных рисуночков. По-моему, все, что мной движело, пока я рисовала эту картинку, это то, что я хотела вымазать целый отдел отсек, где у меня были остатки оперы. Коша это. Это уже коша. Это тоже. А здесь я попыталась порисовать пастелью неоколор от карандаш. Такие мелкие, не пастель. Она еще разводится водой, и в некоторых местах я попыталась развести эту воду. Также я попробовала еще и порисовать на этой бумаге акварелью Куритаки Гансай Тамби. Получилось очень странно. Я напишала кучу материалов, которые не рисовала уже длительное время, и понятия не имела, как имел лучше рисовать. Получилось все очень странно и суббурно. Зато металли красивые Куритаки, это уж точно. Ох! Вообще, этот блокнот, можно сказать, я использовала частенько для выкрасок, да. Легендарный, видимо, будет для меня. Я давно не делала выкрасок как-то так. Знаете, у меня какой-то период времени были вот эти вот два любимых цвета у гуаши карандаш в сухом виде. Сейчас покажу. У них аж дырочки появились. Давно я ей не рисовала. Решил сделать частичную выкраску. Это гуаши сухой. Она показалась мне спустя годы какой-то немножко такой слабенькой. Не знаю, хочу ли я ей снова порисовать. Пока что нет. Меня не тянет к ней. Но когда-нибудь, возможно, позже. Опять-таки, знаете, что это за цвет? Это опера, смешанная с еще какими-то цветами, возможно, чуть-чуть. И мною двигала просто порисовать оперой. Поэтому я закрасила некоторые места этим цветом. Здесь тоже опера. И еще я решила вспомнить, какие вообще мне цветы и растения нравятся. Я просто перебирала недавно свой инктобер. И я увидела, что я рисовала борщевик. И, в принципе, я поняла, что мне интересно порисовать из растений всякие такие странные... Не, не странные. Вот эти вот с зонтиками растения. То есть помимо борщевика я еще вспомнила, как укроп выглядит. По-моему, у него цветы соцветия похожим образом. Только миниатюри выглядят. Также здесь вот непонятно, возможно, но я вспомнила вот эти вот еще растения, которые липнут к одежде, еще к животным домашним вашим. Ну, или уличные тоже. Вот эти вот кругляши приклеиваются. Я забыла, как они называются. Вот это растение мне тоже хотелось бы рисовать. Знаете что? Вот здесь вот чуть-чуть их порисовала и больше не вспоминала об этом пока что. Тут получается у меня просто сразу рисунки гуаши без уточнений и набросков карандашом, поэтому все такое очень-очень набросочно. Дубль два. Здесь еще более все набросочное. Возвращаемся к скучным картинкам. Здесь я в какой-то момент решила порисовать в сеттинге Уты и Мелисы парней. И в итоге мне захотелось добавить точно оборванное ухо, эльфийское, и ружки. В дальнейшем я вернусь к этому образу. А пока что очень сильно разбавленный водой набросок Финри и Бедло. Очень красиво, конечно, гуашь здесь выглядит. Мне очень сильно понравилось. И вот с этих, кстати, набросков получается я перешла не к красному карандашу, как обычно, а к голубому. Заметила, что эта голубая гуашь в тенях тоже очень красиво выглядит. То есть, возможно, даже в каких-то таких грязных набросках вы можете ненароком найти какой-то подход новый. Так что даже грязные, бездельные наброски могут вам дать какой-то профит. Даже быстрые, рабочие... Ой, разминочные штуки полезные, я считаю. Я думаю, все так считают. Но я просто привела один из банальных примеров, как это может вам помочь. Ох, не получилось у меня, как хотелось нарисовать эту картинку, потому что это был первый рисунок после большого перерыва акриловой гуаши. Да еще у меня своя любимая, а вот именно валяк же я сейчас тестирую. Нарисовала целые две картинки. Эту и следующую. И вот здесь я поняла, что зря я, конечно, ультрамарин не купила. У меня ульфиек одежда в основном с цветом ультрамарина. И еще, возможно, надо взять черный, потому что самый темный и глубокий цвет у меня это вот этот будет. Либо забить и просто я буду вмешивать тушь, наверное. Не очень я люблю черный покупать цвета. Я подумаю, может, я и не буду еще покупать. Просто приучусь к той палитре, которая у меня сейчас есть. Вы можете подумать, что эти две работы вообще в разные по цветам, но получилось так, что я навалила очень много краски. И давай-давай быстро набрасывайте какой-то легкий совсем набросок. И красить остатками акриловой гуаши на палитре. Она очень быстро засыхает, поэтому не совсем комфортно мне рисовалась эта картинка. Мне приходилось с кисти сгребать пленку, которая уже свернулась, заполимеризовалась. Но лицо мне очень всем понравилось, как выглядит в итоге. А это уже последняя картинка, я решила просто Некко нарисовать без носа. Такое вот веселое, с оперой. Оперу я люблю, несмотря на то, что у Халбайн она очень плохо себя ведет. Но цвет мне безумно нравится. А учитывая, что это скетчбуки, где как-нибудь в скетчбуках развлекаться с оперой, которая абсолютно не светостойкая. И, наверное, за пару дней на солнечных лучах просто исчезает с поверхности. Такой вот обзор скетчбука получился. Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Там я выкладываю больше всего контента и рассказываю про всякие материалы. Так что, кому интересно, это хорошее дополнение к ютуб-каналу, я бы сказала. Там, собственно, анонсы всех штук происходят. А также все рисунки я туда выкладываю прайм-тайм. Как хорошо, что там можно не напрягаться относительно того, когда ты постишь. Как-то так. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.